Гайфулла Салахудинов сердечник. Несколько раз в месяц он проходит через эту подземку в поликлинику. Волноваться ему нельзя, а тот не на шутку расстроился. Беспокоится за мужа супруга. Мы дети войны. Мы долго-долго ждали вот такой красоты. Результаты сделали полностью нерадой, потому что у нас ломается всё. Сами первопроходцы были тронуты, увидев ретрофотографии на стенах. Оформление изумило и обрадовало, но порядок не продержался и месяц, и сокрушаются старики. Если бы они на раствор положили, бетон здесь сделали, и сверхбетоном вот это покрасили, всё бы было хорошо. А так красота хорошо, конечно, а вот видите, всё рассыпается. Реконструкция здесь требовалась давно. Пешеходный переход, соединяющий два района города, посёлок гидростроителей Сидоровку, а один из старейших его построили ещё в начале 80-х. В этом году впервые за много лет в городе обновляется сразу семь подземок. Для этого из бюджета было выделено 36 миллионов рублей. Причём переход в Сидоровке вне очереди. В компании «Профит» решили ремонт делать за счёт собственных средств. А для полов применили эксклюзивный материал – смесь эпоксидки и кварцевого песка цветного, но просушить не успели. Чтобы вот это по технологии смесь отвердела, надо 20 часов, чтобы никто не ходил. Из-за того, что у нас как раз горели сроки, всё надо было делать очень срочно. И большой поток посетителей. Получилось разрушение этого слоя. Уже на этой неделе все недостатки поправим, обещали в компании. К слову, «Профит» ведёт строительство ещё двух подземок. В 53-м комплексе планируется брусчатка, а на универсаме и вовсе полы менять не придётся. Лилия Денисова, Андрей Макаров, эфир 24.